Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы продолжаем играть в педестал. По классике начинаем в нашем любимом клубе, точнее ассоциации. Правда, сегодня без бутылки надо нам присыпать пообщаться с Миюки из клуба оркестра и узнать об её отношениях с нашей погибшей. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли там всё было так гладко. В прошлой серии мы неплохо так пособирали информацию, хотя, конечно, теперь все её близкие люди, скажем так, нас ненавидят. Но, в конце концов, мы здесь ввязали всё это не для того, чтобы они нас любили не ради их душевного спокойствия, а только чтобы, не знаю, даже утолить своё любопытство. В общем, благородных целей как будто у нас и не наблюдается. Поэтому давайте продолжать сеять горе, углублять скорбь людей и так далее. Потому что это то, что у нас реально хорошо выходит. Так, наконец мы упали в этот музыкальный клуб. Точнее, арсити клуба оркестра. Мне сначала показалось, что какие-то тренажёрчики тут стоят. То есть, возможно, часть джима перенесли сюда. Так, у нас два вопроса. Какой была Шори на Цуме? И какая Мьюки Энда? Давайте сначала про Шори поговорим. Я не очень хорошо знаю струнные, но навыки со скрипкой Шори были потрясающими, как я слышал. Я имею в виду, она, похоже, постоянно практиковалась. Блин, ну её трудолюбию можно лишь позавидовать. Мы сегодня не будем особо растекаться мыслью под рел, постараемся компактно всё сделать. Как вы понимаете, скорее всего, это ложь. Так, что он скажет Вада, но не Нахара? Она была такой девочкой, которая всем могла понравиться. Красивая, богатая и хорошо играла на скрипке, но при этом совсем не заносчивая. Блин, реально какая-то идеальная девушка. Может, поэтому её и убили? На Цуме Синпай, она была красивая, такая хорошая, милая на скрипке. Честно, вопрос идеальный. В общем, тут ей чисто пока респекты летят со всех сторон. Шори была суперхороша со скрипкой. Талант, из которого садятся профессионалы. Хотя сама она насчитала это хобби. Опа. Блин, на самом деле это уже может быть причина для каких-то тёрок, да? То есть для кого-то. Ну, то есть ей это легко даётся. Для неё это так, просто развлечение, хобби. Для кого-то это, может, серьёзный труд, в который он вкладывает множество усилий. И он завидует тому, как легко это даётся. Или даже ненавидит её за то, что она так легкомысленно к этому относится. Такая вот теория. Шори, я знал её, но не ловко говорить ей, когда она умерла. Извините. Зато нам очень ловко. Даже слишком. Потому что она не только красивая была, она была хороша на скрипке. Ещё-то не все одно и тоже говорят. Она была красивой, хорошо играла на скрипке. Ну, а что ещё надо для человека? То есть у меня пока ноль из двух. В общем-то, Шори была в нашем клубе. Мы сами от этого, ну, круче выглядели. Теперь без неё реально одиноко. Ну, не знаю, не знаю. Как-то прагматично, что ли, она подошла к этому. Я третий годка, так что я особо Шори лично не знала. Всё ещё год сказать, но была правда хороша она со скрипкой. Да, я понял. У неё, кстати, была ещё очень дорогая скрипка. Мой кларнет — это дешёвый кусок мусора. Интересно, что случилось с той скрипкой? Интересный вопрос. Представьте, за сколько она могла бы идти на аукционе. Так, это что за такие речи про мёртвых? Ну, моё дело продолжить. Ладно. Не будем больше корректниких МР за сетей. Стараемся на более серьёзный лад. Так, да, она была мялой на скрипке. Да, я понял. Ну, ну и понятно, на что в вечность училась. Блин, ещё до зарождения мира где-то начала. Динозавры ещё не ходили, а Шори уже на скрипке раздавала только так. В общем, думаю, люди, которые занялись музыкой, им правда нужны деньги, ха. Ну, знаете, есть же всякие таланты, которые там на стаканах играют. Так далее. Хотя стаканы тоже денег стоят. Ну, я лично сама по всяким деревянным, духовным инструментам. Наташа, я, конечно, не эксперт, но, блин, вроде игра на скрипке реально чистая была. Во время игры на инструментах твой характер тоже через это проявляется. У Шори была невероятная аура. Вообще другая аура, не такая, как у обычной девочки. Ну, вот потому что она как бы из другого мира, ну, возвращена была в другом мире. Нацума Синпасли, думаете, она сейчас вспоминала её уважение в главе клуба. Даже восхищался ей типа как старше-сестрой. Может, не чувствовали близость, потому что они обе были экспертами по скрипке. Так, тут мы эту тему порядком изучили. Я не знаю, кстати, стоит ли идти разговаривать с другими людьми. Вроде там инфы не будет. Так. Миюки. Ну, она хороша с крикой, конечно, но она вообще во многом надёжная. Когда она была концермейстером, игра лучше стопала. На самом деле, она долго была концермейстером, но однажды она внезапно передала эту должность Шори. Конечно, для этого не было причины. Хотела бы, чтобы она продолжала до выпуска. Ну, в предыдущие соревнования, Нацума была концермейстером для него. Да, Шори сомнилась, но в итоге сдалась. И с тех пор они двое стали какие-то отдалившимися друг от друга. Миюки. Она казалась волком-одиночкой, но Шори была с ней в дружеских отношениях. И она сама вроде тоже была не против. Не, но Син пока что много страшно. Я трудолюю выходить на скрытки, конечно, как я младшая. К ней немного трудно найти подход. Миюки. Она в складской комнате. Может, вам все поговори, когда она закончится практиковаться. А почему она в складской комнате практикуется? Тоже целый зал. Миюки довольно стоичный человек. Жестка к себе и к другим, я бы сказала. Какая она? Хм. Ну, вообще, она очень такая, лидит по соревноваться, да? По моему мнению. Ну да, Миюки к ней тяжело подойти. Когда немного бояться, она правда заботливая. Правда, наш надежный лидер клуба. И знаете, Миюки, я опас. Я чувствую, что они накричат раньше, если буду языком болтать слишком. Я люблю, так сказать, настойчивость в скрипке Миюки. Но лучше подходит к соу, чем к оркестру. Миюки долго посещают уроки скрипки. Большая часть людей батунивали в их клубе, но Миюки воспринимает оба очень серьезно. В смысле оба? Типа и на уроках скрипки она, что ли, отдельно, и в клубе. Она, в общем, тоже на максимум выкладывается. Вообще, никаких компромиссов в скрипке для нее нет. Микела у нас такая тоже сильная аура. Она, типа, такая классная. Я рада, что там, да, вроде нее наш лидер. В клубе Миюки она практикуется на складе, в складской комнате. Еще бы не поговорить с ней лично. Это как-то за нее не хочется говорить. О, такая маленькая и милая. Могу просто поймать тебя в тимпани. Тимпани, это что, какой-то инструмент, возможно? Я рекалдаре неправильно поставил. Так, ну в общем, у них тут свои проблемы. Клуб газеты, да, я читал статью о концерте. Я была рада, что немножко попало фото. Так, в общем, у них тут что-то прямо неприятности. Сидишь так вот, что ты можешь влезть в трубу? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я что-то представил, это, блин, она, похоже, правда, очень компактная. Нежели на спрайты эти не видно? Прикиньте, если бы спрайты, ой, был бы просто в два раза меньше, чем у ее подруги. Так, я неизвестно подглядел их имена, потому что я испугался, что что-то перепутано. Ну да, если бы она разменит шакарь. Блин, ты могла бы делать, что это за контрабасом, господи. Они прямо ее хотят спиринговать со всеми инструментами. Концернский рекоменд для сона. Рига, виола. Так, ну, в общем, все понятно. Тут ничего такого, в общем, не было, кроме того, что миюки... Мы еще раз поняли, точнее, что не миюки, а ой, очень компактные. Какая сказка комната имеется в виду? Очень вопрос. А, вот эта сказка комната, то есть это именно их личная какая-то. Мьюки там лично практикуется. В принципе, мы можем заканчивать, я полагаю, интервью. Но я думаю, прошутся по школе. Нет, а ой, такая, раз мы здесь, мы допросим всех. Никто не уйдет от нашей допрашивающей руки. Так, все, финиш. Так, ну, посмотрим, какие у нас нет, разводят успехи. Будем надеяться, что лучше, чем прошлый. По крайней мере, я Акари знакома с ней. Ого, какая она белая, я не ожидал. Какое чувство, будто она, может, из какой-нибудь хауш-хараута к нам подъехала. Давно не виделись, мисабы. Эй. Может, это нужно, и как раз и раз уходить. Это не я, это каратышки к тебе дела, судя по всему. Приятно познакомиться, я Лайоэс 2, глава газетного клуба. Приятно тоже познакомиться, я третий год комьюкенда. Что ты от меня хочешь? А, посреди расследия статьи. Видишь, я бы хотел спросить тебя о Шори Нацуме. Ой-ой-ой. Каждый раз, когда это говорит, мне как-то страшно сразу становится. О Шори, статья. Что собираешься написать? История Шансаубиусе просто не кажется мне правильной, поэтому я изучаю. Изучаю, правда ли ты или нет? Поэтому, что всегда просто слышишь, что я скажу. Я с ним твои усилия. Какую страсть ты имеешь всему клубу. Если раз что-то сделает, ты должна делать это на полную. Даже если это только для школьного клуба. Блин, у них точно были терки из-за того, как Шори относилась к игре на скрипке. Я чувствую это. Вы тоже так думаете, да, Мисабы? Угу. Ну, о ком она хочет сходить домой, это аж я не знаю. Ну, блин. Блин, вот на самом деле, из-за ой, она теперь не может на полную вкладываться в свою клубную активность. Она не может ходить домой максимально эффективно. Ну, то есть сразу после уроков, не теряя ни секундочки времени, приходится считаться по школе. В общем, подвела-подвела подругу. Ну, ладно. Мисо, я извиняюсь, но я не могу говорить о смерти Шори. Я чувствую, что я не должна. Я не знаю, почему Шори умерла. Это нехорошо. Разбраться спекуляциями, не зная истины. Похоже, говорили с другими в другой комнате. Возможно, расспрашивали их о смерти Шори. Есть так, я надеюсь, его сдержать в будущем. Многие были шокированы смертью Шори. Мисо, я бесцельно заново открылась старые раны. Прошу прощения, но... Я расспрашивала, какое было Натсумы и не спрашивала... Не заходила столько далеко, чтобы спрашивать, почему она умерла. В таком случае очень хорошо. Прости, что сомневалась тебе. Если самой Шори о ней есть смерть, тогда я расскажу вам, что смогу. Есть что-то, что вы хотите спросить? Ну, Милки, это может быть больше о тебе, чем Натсумы, но... Почему ты передала титул концертмейстера Натсумы? Для этого же не было нужды, верно? Так, ну пока дело поспокойнее идет. Краймер, а ой не вывалит на нее с информацией, которую она узнала. Это уже прогресс. Похоже, это нравится Натсумы, и ты сама про это принимала. И все же стало неловко между вами, после того, как ты передала роль концертмейстера. Что-то случилось у тебя и Натсумы? Это неприятная вещь, когда тебя обвиняют, что ты вовлечен в чью-то смерть. И я ничего подобного не имел в виду. Кажется, я подозреваю тебя, Милки. Если сыраешь информацию у людей, связанных с мертвыми, расследуй, чтобы опровергнуть предположение самоубийствия. Это ведь то, на что ты намекаешь? Нет? Красиво, что дошло от темы. Чтобы я не чувствовал, отнимет отношение к тому, что вы желаете знать, мне слово. Концертмейстер – это первая скрипка, лучший исполнитель. И она имеет глубокое доверие оркестра. Она должна была совметь справиться с ними всеми. Ну, в общем так, концертмейстер должна совметь легко управляться всеми. Шоори легко подходила под эти требования, хотя она сама показывала скромность. Таша передала ей эту роль, потому что я хотела. Вот и все. Предыдущие соревнования были первым разом в Шоори в качестве концертмейстера. Вы же знаете, как это прошло, да? Вы писали статью для нас, мисс Лой. Одна из других девочек в клубе сказала вам… Это одна из других девочек в клубе сказала, что между нами возникла неловкость. Люди ведут вещи по-своему, у меня нет права говорить об этом. Я не думаю, что мое решение было ошибочно, мне нет, к сожалению, даже после смерти Шоори. Это достаточно, я даже скоро идти. Мне нужно пустить уроки, скрипки. Ам, да, прости, что потревожило. Мисс Лой. Вы знаете, что Шоори была девушкой, которая… Ну, как бы это сказать… В общем, она была из тех, кто, ну, вызывал любовь, стремление, видимо, тянуться к ней, быть похожей на нее, я так понимаю. Так что будьте осторожны. Если вы продолжите с таким подходом, вызывайте врагов перед тем, как поймете. Хотя я не намерюсь останавливать, что вы делаете сама. Верно. Блин, она как-то прям очень деликатно поговорила, но по сути она нам вообще ничего не сказала, да? То есть, да, она вроде что-то нам порассказывала, но в целом, как будто мы мало что узнали от нее лично. Как будто она вообще все острые темы, так дела и обошла. Ну, и что ты о ней думаешь? Ну, о Милике имею в виду. Такое чувство, будто у нее вообще нет никаких зазоров в броне. В итоге она умела уклонять своих вопросов. Ну, да, я то же самое сказал. Что-то у меня животик тир болит. Она умная, даже если она кажется щедрой. На самом деле, она всегда бдит. Она всегда бдит. Она никогда не скажет то, чего не хочет. Может, ее защекотать сначала? Да, она была немного такой настойчивой. Так что я чувствовал, будто она злится на меня все это время. А, ты Соки, да Милки, все такие колючие. Я, правда, просто хочу знать правду. Ну, это никак не обойти. Сама Милки, так сказал. Ты заведешь врагов. Чем лишние были над суммой, тем больше ненавидят, что до них докапываются. Есть ли у них какая-то вина за душой или нет? А мы еще и с ее подругой не говорили. Ну, такой. Довольно близко из ее класс, как я понимаю, Мидори. Еще у нее есть соперница. Ну, соперница-то ладно. Но с подругой, мне кажется, реально могут контры возникнуть сильные. Поступай, как хочешь. Но тебе нужно знать о злобе, который это привлечет к тебе. Как насчет того, что переосмыслить? Правда ли ты хочешь настолько сильно заниматься над суммой? Думаю, что да. Пойду домой и подумаю. Ах. Мне все равно, даже если меня будут попускать. И даже если уйду врагов. Мне нет до этого дела. Я хочу, чтобы правда не стоять ни на что. Я буду просто расследовать. Или я просто расследую для себя. У меня на первой ступеньке эгоизм. Если альтернатива это туманность, я смогу смириться с небольшой ненавистью. Есть возражения? Да нет, это твое решение, в конце концов. Мне кажется, что так Арисики нас так и с подоль подбивает, да? За расследование закончить. Возможно, это просто паранойю. Ладно, твое решение, в конце концов. Что тебе делать сегодня? Мидори, наверное? Да. Мы можем Мидори сопериться до моего диньди не вместить. Посмотрим, как будет. Да, сегодня будем допрашивать людей о Мидори. Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Киги. У нас видавались какие-то вообще знания. Нет, сказали, что у нее нет большого присутствия. И, похоже, на нее входят в клубы. Пока что мы допросим второгодок. А тем больше, что мы Мидори. Кто знает в кампусе ли она? Ну, знаешь, что-то я никогда не говорила. Но Мидори Ха-ха-хаги, это девочка, которая плакала на лестнице на крышу раньше. Вот это поворот. А почему? Блин, Акари вообще все знает. Она всех знает. Блин, этих людей. Ну, не всех. Но она точно... Блин, ну она какого-то чела из школы знала. Она сестру по-моему не знала. Но вот, Мьюки, с которым мы говорили, они же обе помощницы библиотекаря. Подозрительно. Что? Правда? А почему ты этого раньше не сказала? Даже если бы я знала о существовании, я ничего о ней не знаю. Так что, думаешь, нет причины. Стараешься, я искаю Ха-ха-хаги, верно? Мы рады все, что у нас есть внешность, от которой можно отталкиваться. А я уже забыл, какая-нибудь внешность. Это было две серии назад и, наверное, уже почти недели назад. Верно, да. Она может быть дома, раз уж не в клубе. Но посмотрим. Так, ну Гер Бутылкин, как вы сегодня пожелаете? И же трудитесь на благо общества вовсю? Лё, блин. Ну всё, Бутылкин кончился, как личность. Он просто смотрит пустым взглядом в стену. Его уже ничего не интересует. Это очень печально. А, Ха-ха-хаги. У тебя проблем нет. У твоей родителей совсем другая история. А чё это, типа, родители-вертолёты? Стоящие боссы-вертолёты, блин. Ну я знаю, что такое родители-вертолёт. В общем, гиперопекающий такой. И так далее. Ну ладно, я, наверное, слишком простил. Я думаю, вы сами разберётесь, если не знаете. Спасибо за образовательное видео, Вангард. Да, я слышал, что когда они получают очень хороших оценков на тестах, они выходят орать в школу. Классный руководитель жаловался. Они уже строги с их дочерью и очень ограничивают, как я слышал. Не может даже выходные выходить наружу. Это тяжело для девочки возраста. Ну, это, конечно, печально. Так понимаю, всем похер. Ну, очень грустно. Но никто не будет разбираться. Да, я вижу здесь иногда. Она считается одна после школы. Но я никогда себе не говорил, блин, не так. Я уже понимаю, что плохая жизнь. Тут ещё этот инцидент. Мне кажется, она вполне может второй пойти на эту крышу. Вот без шуток. Блин, ну почему вы так расставили эти стулья? Почему нельзя было сделать прямую линию к этой прелестной ланч-леди? Есть такая девочка с именем? Я, верно, что я не помню. Это очень печально. Я же говорю, он работал. Нет, кушаться мы не будем. Но однажды, я уверен, мы покушаем в этой столовочке эти вкусные печеньки, которые так любили. Все причастные к этому делу. Компьютер-лаб, кукин-румба. Лучше мы вообще в этих комнатах не бывали. Сколько он у нас больше не пускает? И слава богу, на самом деле, потому что миллион человек. Так, на крышу нас тоже не пустят. Нечего нам там делать. Но вообще нам надо идти как бы к... Так, я библиотеку зачем-то завернул. Идти к второклассникам. Может, конечно, сюда ещё потыкаться. Но тут ничего, никого нет. Никогда никого не бывает. Ну, в аудиториуме Клуб Драмы вот можно разве что психологу заглянуть. Мидоры Хахахиги ещё слышат ими раньше. Простите, просто не могу вспомнить. Как вырваешься к Клубу? У меня есть печенье. Как еще печать? Я пока пас. Все же посреди работы. То ли ей будет тяжело одарить соблазн, то ли печенье там вообще уже какое-то засохшее насмерть. Хахахиги, она иногда приходит вазарит отдохнуть. Мне кажется, физически крепко. Она вообще разговаривает или что-нибудь? Ну так, пара слов перебросит, разве что она тихая. Теперь об этом думаю. Слышишь, что нет телефона или компьютера. Я был шокирован, когда я слышала. Что? Правда нет? Рыка за девочки в этой дне. Юные люди теперь болтают на социальных сетях, верно? Интересно, можно вообще коммуницировать хорошо с её друзьями? Ну блин. Сейчас, простите, конечно, за такой чёрный юмор. Ей уже телефон не нужен. Ей скорее нужна эта спиритическая доска, чтобы общаться с призраками. Да, это была неприятная шутка. Мне, честно, стыдно. Хахахиги, странная фамилия. Ха-ха. Я не знаю, какая она. Ну, всё, сейчас приглашусь заниматься, маленький детектив. Как это дела? Всё идёт хорошо. Похоже, не знаю, что мы слогали. Да, это насчёт спортзала. Я думаю, мы сегодня пограем с Хахахиги и закончим. Но это не точно. Так, ладно, нам на второй, на второй им надо. Хахахахиги, мне сегодня нечего сказать. Честно, я не помню, какая она. Тоже, конечно, знаю. Ты хочешь, знаете, Хахахиги тоже не только шовари. Ну ладно, но будет лучше, если ты не будешь спрашивать Хахахахиги, а шовари, ладно? А, почему? Ну, я даже не знаю, может быть, потому что ещё свежая травма для неё. Есть три девочки, которые вроде ровли с Хахахиги в своё время. Они накричат на тебя, чтобы ты не заговорилась с Шовари. Они хочешь переживать за неё, но... А, верно, ты сказала мне, что некоторые были девочки, которые сильно как-то реагировали, а они с Мидори и Хахахахиги. Верно, они трудолюбивые девочки. Интересно, может, они так себя заботливо ведут, чтобы Хахахиги не поранилась, потому что она ладила с Шовари. Ну, в общем, чтобы ей боли не причинили Хахахиги. Хахахиги не в клубе, но она всегда остаётся после школы. Чувство, будто она не хочет идти домой. Правда. Интересно, она и здесь, может, всё ещё сегодня? Кто знает. На самом деле, я видела комнаты, ну, учительской раньше. Может быть, где-то. Хахахиги, она обычно имела дело только с Шовари, но похоже, что они появились друзья в последнее время. Она вся хвостерят другими. Хм, после ряда, я же восстертина Цумы. Они не были дружелюбны до этого. Да, хвостерят Ахахаха. Хахахахиги довольно мрачный такой, у неё, наверное, не было много друзей. Что-то мне очень нравится мне эти новые друзья, какое-то они у меня подозрения внутренние вызывают. Ну, она милая, она была суперкрасива, уверена, я бы ее запомнил. Ну, понятно. Внешность решает. Не знаю я, она в каком классе. В общем, даже в этом туалете они не знают, а существует ли она тогда вообще. То девочка, девочка, которая с Суна Цумы, она такая какая-то, легко и забыть. Может, никто на самом деле хорошо не знает. Ленин, стройно-то и думаю, много ли моих одноклассников помнят, что я вообще учился с ними. Ну, девочка с волосами, которые в такую булочку завязан. Ладно, не булочку, а пучок. Волосы булочка. Я не делаю все время. В каком она класть? Еще раз, я кстати, сам не помню. Помню в 2D. Нет, 2D была шори, но так она тоже должна быть 2D. А, вот нам ее зафиксировали. Слушайте, мне кажется, я даже видел платформу для нее. Меню статуи, но пока там нам ничего не показывают. То ли, такое-то необычное имя. Не знаю эту девочку. Может, она была знакома на Цумы. Где я был, где я не был. Тут я был. В АБМ не были, по-моему. Я жила в том же квартирокомплексе, что их Акига никогда не делала с друзьями. Может, ни с кем не интерактировала, кроме на Цумы. Не взаимодействовала, не общалась. Акиги, я думаю, началась я домой с Нацумы, но все, что я знаю, это ее лицо. Без понятия. Я не знаю, особо девочек запретил моего класса. Акиги, что-то я слышал это раньше, это имя. Нет, не могу вспомнить. Какая-то серия сегодня прямо спокойная, да, без эксцессов. Авангард особо не шутит. Может, даже себе помалкивает. Акиги, она робкая и зрелая девочка, пессимистичная, немного мрачная. Интересно, о чем заключается и зрелость. Хоккиги, кто это, черт возьми? Какая-то странная фамилия у нас есть. Девочка с такой. Не знаю, ее второгодка, да? Ну, в общем, никто толком ничего не знает. Вот. так, я не знаю, чем пошли в школу мальчиков, просто для того, чтобы было, я так понимаю. на тут. Я, кстати, не уверен, что это правильно. Вроде, тут мне надо заканчивать интервью. То есть, видите, так она тоже есть. Вот, по-странно как-то. Возможно, нам нужно будет кому-то еще задать вопросы. Это важно. Ха-ха-киги, у тебя секундочка. Я собираюсь разбудить все твои травмы. Я собираюсь вскрыть все твои раны. Ну что, поговорим про твою мертвую подругу? Оу. Ты же дружил Шори на Цумы, да, Ха-ха-киги? А мы сейчас как раз занимаемся на Цумы ради газетного клуба. Да-да, только ради газетного клуба вот такие мрази. Что ты с этим сделаешь? Мы напишем статью про твою подругу, где раскроем все ее тайны. Да и тебя заодно прихватим. Ладно, можем с тобой поговорить? Убей ее, убей ее. Эй! Я не уйти от нас. Когда я вижу сенсацию, я божу в себе тигра! Я божу в себе волка! Я мочусь за добычей. Не видя препятствий, а куда идти-то, блин, куда мчаться за добычей? Джи-жи-жим аудиториум. Блин. Где она? Где нет? Где нет? Она скрылась от нас. Но недолго ей осталось прятаться. А может и долго, потому что я что-то вообще не уверен. Где ее можно искать? Ладно, паузе поищем. Ага, ты думал бежать от нас, но от настоящего журналиста нельзя уйти. Он всегда найдет тебя и разрушит твою жизнь. О, ха-ха, Кики, так вот где ты была. Ну, самое время раскрывать свои грязные секретики. Да мы ничем плохим не занимаемся. Мы же ой, абы, из Коис-2. Нас все знают, как тех мразей, которые вынюхивают постоянно в делах, когда которым им дело не должно быть. Пожалуйста, ну помоги газетному клубу, сы. Подожди, подожди. Хватай ее, не дай ее идти. Блин, а какая ты почему-то вообще не помогаешь мне. Интересно, что до сих пор, не знаю, как выглядело шоури. Я сейчас про это думал. Так, господи, ну... Так, прошу прощения за повещение. Так, не знаю, кто-то историк его крышует, но нам-то точно крышу. Что, снова плачем? Наверное, из-за своей умершей подруги, да? 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 Вот. Вот ты где? Хохокеги! Ну почему ты бежишь? Не будь такой напуганной. Я хочу иногда спросить о Шаре Нацуме. Это будет почти невольно. Простите, а... Блин, хорошо, что не поезжала на крышу, потому что там бежать ей было бы некуда. Только вниз и полетели. Боже, на что ты бежишь? Я тебя не отпущу, и не позволю тебе сбежать в следующий раз. Хочешь, чтобы я одолжила сеть? Блин, я буду сделать ссылочку на одну игру, но вы ее не знаете. Ну, Фуджимары, может быть, Фуджимары это хук, кстати. Что-то я не уверен. Нет, так далеко заходить не будем. Кто такой Фуджимара? Я что-то упустил. Кого-то важного персонажа? Да вроде... Нет, новая Фуджимара. Фуджимара это... А, это, наверное, уборщик же, наверное. Все. Так, так, так. А, вот ивент. Окружай ее, окружай! Ха-ха, Киги, почему ты бежишь? Пожалуйста, сзади не поговорить с тобой. Боже, какая же я мразь, какая же я мразь. Ну, не, нечего сказать. Дай что угодно подойдет. Слушай, мы тебя тоже несколько хорошо знаем, Ха-ха, Киги. Поэтому я ценю, что нам расскажешь. Ну, давай. Шарина Цумба, твоя самая близкая подруга, верно? Разве ты не хочешь повспоминать для нас? Боже, какая я мразь, какая я мразь. Мне кажется, она заплачет, или она жестко заагрится. Ну, тут два пути я не вижу. Никакого другого исхода. Шори. Что такое? Шори. Никогда не думал обо мне, как о подруге. А, что ты имеешь в виду? Тут неожидан поворот. А, вот ты где, Ха-ха, Киги. Блин, нас сейчас попустят по полной этой делегации по защите прав Ха-ха, Киги. Боже, можешь сказать, что идем на новом месте, верно? Нам пришлось искать тебя. Ха-ха, Киги, ты плачешь? Что не так? Это не эти суки тебя обидели? Так, сейчас нас ожидает серьезный разговор в женском туалете. Эй, вы двое. Что делали с Ха-ха, Киги? А, да нет, я не в этом. Да мы просто занимались Шори на Цумы для газетного куба и на Цумы. Ты распоражешь Ха-ха, Киги, а на Цумы? Прекрати это! Ха-ха, Киги была подругой на Цумы, ты знаешь. Она была шокированной смертью. Не скрывайте раны. Ты ужасна! Да я не хотела. Ха-ха, Киги, пойдем. Тебе не нужно связаться с такими людьми. Мне, наверное, половину в этом участвует только ради того, чтобы посмеяться. Она и пошла. Но, слушайте, шокирующий поворот. Она не была я подругой. Простите, что не смогла помочь. Я надеюсь, в конце вот этого повествования Лой будет на коленях извиняться перед теми людьми, до которых мы докопались. То, что это ужас. Что через это было? Да они из нас почти каких-то негодяек сделали. Конечно, мне неловко из-за того, что я оставила плакать, но... Но в глубине души я упивалась видом ее слез. Честно говоря, я бы отказался их испить и в реальность. Так, ладно. Так это те слишком реагирующие, кого поминала Сато. Ясно. Так они те, кто зависает рядом с Ха-ха Киги. И не трое не были подругами Ха-ха Киги перед тем, как Насу умерла, верно? Но все же верно идут себя так. Мы покажем вот эту бедную Ха-ха Киги, которая потеряла свою единственную подругу. Уверена. Какие добрые души. Ну да, они тоже, кажется, как-то навязывающимися. Типа. Какой-то настоящей дружбы я тут пока не чувствую. Мне интересно. Как бы это ощущалось? Какой-то на месте Ха-ха Киги. Я думаю, не то, чтобы они ладят, они просто с ней симпатии, верно? Раз не было бы некомфортно. Кто знает, но... Похоже, что они изначально едва ли были какие-то друзья. Так что, может, в целом, позитивный исход. Я не знаю насчет истинных чувств Ха-ха Киги, но если не против этого, то и не другим говорить. И уверена, что это предел того, что может заехать Ха-ха Киги сейчас. И ты видел, какой она была. Да, мне липутно, что на самом деле имею в виду Натсуму. О том, что Натсуму не думал о никакой подруге, но сегодня нам больше точно больше не выжить. Да? Можешь пойти домой? Да, пойдем. Хотя, я думаю, сделаем остановочку. Это где? В доме Натсумы. Тогда дальше пойду в дом Натсуму, поговорю с ее семьей. Это конец. Это конец. Оттуда мы живыми не выйдем. Это просто конец. Я просто... Мне достаточно представить эту сцену. У меня внутри уже все сжимается. Что, серьезно? Звучит чертовски проблематично. И подожди, ты вообще знаешь, где дом Натсумы? Знаю, 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 знаю. Это как раз Рассанса и Ханатачи. Звучит чертовски. Значит, я хорошо известная как. Что? Такие крутые, крутые жилища. Ну, откуда я знаю, что она там живет? Так я из-за ней сталкерю уже всю свою школьную жизнь. Мне даже все пошло. Как ты добудешь информацию? У нас вообще никаких связей с ней. Просто сходили в одну школу. Это уже на самом деле ниточка. Если я заговорю о газетном клубе, то, наверное, все станет хуже. Блин, браво, а ой, у тебя острый ум. Всем нужно было всего лишь 4 провала, чтобы на 5 она такая... Может, таки зря я говорю, что мы ради газетного клуба это делаем. Горя бог любит троица, но 5-5, видимо, тоже число неплохое. Может, что-то типа, я хочу поговорить о своем на них одни, и сработает. Ну, да, просто отправимся. Даже с ней, Саш, поговорю с ними, мы вас за что-то изготовить выжмем. Какая заноза в заднице. Наверное, это все на сегодня. Да, наверное, это все на сегодня. Такая более короткая серия, чем предыдущая, но... Мы поговорили с ними персонажами. Также на Лимидоре. Какие-то сплетни, слухи. Кстати, туда вообще не заходил. Господи, их тут довольно много. Они все еще разноцветные. Вот, конечно, то, что учитель из Академии Космоса или учитель любил себя. Вот это прямо такой фактик, который, вот, чувствуется, что сыграет мощно. Говорил, что Шори не считал ее подругой. Вот. На самом деле, блин, нас жалко ей на самом деле очень. Ну да, я вот, собственно, дома. Ну да, думаю. Ну, наверняка это займет много времени. У меня просто сейчас уже ночь. Поэтому больше записать сегодня не смогу, если я хочу завтра хоть немного выспаться. Я надеюсь, вам серия понравилась. Как я сказал, она менее длинная, чем предыдущая. Но, в принципе, поговорили с двумя важными персонажами. И это как бы уже неплохо. Следующая серия вообще обещает быть очень интересной. И я чувствую, в плане, возможно, очень, так сказать, кринжовый. Но я надеюсь, все-таки образумится и как-то более тонкий подход найти, по крайней мере. Ну, не знаю, долбиться не тараном, а просто молотком в эту дверь. Хотя бы настолько тоньше. Ну, непонятно. Ну, смотрите, это, по идее, Мидори, да? Ну, зеленый Мидори, понятно, да? В ее черн туда все играли. Даже те, кто не знает, что Мидори это зеленый с японского, это Шиори. Вот это, скорее всего, Миюки. Остальные не знаю. Ну, желтенькая, наверное, это блондинка. Ну, это Сакура, по идее, да? Желтенькая это блондиночка, которая ее соперница. Так. Ну, я, конечно, так сказал, прямо блондиночку мы даже не видели. Я думаю, она, кстати, будет следующей, но, возможно, после семи. Но, я думаю, скоро. То есть, кроме нее никого не осталось. Ну, это, получается, ее жених, наверное. То есть, единственный мужчина в этой компании. Но, так как он выглядит, как настоящий главный герой Гаремника, то он становится довольно-таки страшным. Ладно, с вами был Авангард. Надеюсь, вам серия понравилась. Обязательно, следующий посмотрите. Ставим лайки. Подписываемся. Подписываемся на все социальные группы этого Авангарда и так далее. Так, ладно. Я исполнил свой священного китубера. И, значит, всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok